Пошла запись, всех приветствую Джонни. Начинаем с того, что читаем, дочитываем книги все и к хабалогам дуем сдавать задания, потому что император, судя по всему, уже готов и все его, все кто веровали в него, тоже готовы. Первую помощь, вечер наступает вдруг, сейчас еще время промотаю, чтобы убедиться в том, что Джонни не отъедет случайно, как это уже было, да? Есть базука, ракеты, патроны, все заряжено, в принципе, это что такое? Большая научная, поможет ли она нам? Наука 101, поможет только, если Джонни хорошенько обдолбается. Давайте промотаем время, давайте посмотрим, перед тем, как спаситель проклятых потихоньку падает, карма у нас, и в Сан-Франциско нас должны ненавидеть, проклинают, действительно, Джонни разыскивается в Сан-Франциско, никаких зависимостей нету, но нормально на самом деле, источник жизни. Перки все есть, хорошо. Джонни, до выздоровления, пожалуйста, только не отъедь мне. 13 января уже, ребята, господи, старый Новый год пошел. Джонни, скоро уже 27 лет будет тебе, да? Скоро днюха. Ну, посмотрим. Может, пока ты отрегенишь свое ХП? Джонни долго регенит ХП? Он медитирует в Сан-Франциско, в Чейно-Тауне. Зря я, наверное, прожал, ребята, потому что 18 число уже. Но, в принципе, игрок не... Во втором Фоллауте не поставлен в какие-то рамки времени, и можно играть сколько хочешь. На прохождение игры хватает, там, 2 года полных, а катать можно вроде бы 13 лет, товар 13 лет, на протяжении 13 лет обновляется у торговцев. Насколько я помню, я, правда, могу ошибаться, уже настолько деталей не помню. Так. Ну, посмотрим, может быть, восстановятся еще и жители Франциско. Посмотрим. 25 января, Джонни, да, неделю затусовался, вечер наступает. Погнали. Не, жители еще тылеют их тела, бренны. Я лутать даже не буду. У нас остается 2 пустых, по сути, магазинов, в которых мы можем купить все, что хотим. И кто-то еще все-таки пытается напасть на Джонни. Кто это тут у нас такой? Это здесь у нас еще граждане. Джонни, ну давай. Их придется достреливать. Они будут нападать? Хм. Вроде бы никто... Не, кто-то бежит на нас. Кто-то на нас бежит. А, я вижу охранника, который нас спалил. Отроди свиньи, умри. Охранник Лопена. Лопена мы завалили. Дракона мы тоже завалили в честном бою в прошлой серии. Охранник Лопена получает. Джонни застреливает бренны граждан. И крестьянин, да, получает ранение. Ну и все. Сколько тут трое? Осталось четверо. А, сзади еще нападают. Готовься к потере чести. Ха-ха. Ну нет, ребята. Это вы готовьтесь. Потому что город принадлежит сугубо Джонатану уже. Очень долгий ход. Кое-что для твоих предков. Как тебе посмел оскорбить моих предков, охранник Ши? В честь Хакунина сейчас получишь выстрел. Слушайте, их еще много. Отроди свиньи, умри, говорят. Стреляют по мне. Четыре здоровья пробили. Я только замечался. Ого, тут очередь из дробовика пошла. Три здоровья, да? Их много еще. Выстрел из Гаусса попрошу получить в бочину. Я сейчас упаду в обморок. Нет, ты упадешь вот так вот. Это уже не обморок. Это уже покруче кое-что. Джонни очень хочется с этого всего вмазать Джетта, чтобы было просто больше очков действия. И побыстрее их раскатать. Есть лекарство от Джетта? Джонни. Следующий ход. Что-то происходит. Кто-то на нас сбегается. Сзади нападают. Но тут очередями можно пострелять. Отроди свиньи, умри. О, тут еще охранник вышел сбоку. Посмотрите. Бой в ночи продолжается. Выстрел. Выстрел. Надо криты, Джонни, чтобы ты выбивал перк. Снайпер не всегда срабатывает так, как нужно. Очередной выстрел. Вот три выстрела из Гаусса на 93. Эти охранники очень плотные. Уши. Я даже не ожидал, что они такие будут плотные. Тетка в кимоно не опасная. Эти тетки все, они будут подходить, бить ногами, руками. Но Джонни их не боится. Так. Охранник Лопена получает, смотрите, критическое ранение на 93 при сильном ударе. Как можно от вас избавиться? Ну, не знаю. Вам надо было базуку готовить какую-то на Джонни. Выстрел. И следующий охранник готов. Следующий получает выстрел тоже на 89 крит. Джонни, следующий выстрел у меня селезенка на 52. Нас начинают лупить приемами кунг-фу. Слушайте, в этом городе каждый житель знает приемы кунг-фу. Но у Джонни есть свои приемы. Они называются 10 миллиметров. Все сбегаются на нас. Их надо достреливать. Надо базуку, наверное, готовить. В базуке нету разрывных. Есть только бронебойные. Вот это плохо. Как можно так обесчестить свою семью? Моя семья зачищена на самом деле. Охранники бегут. Выстрел в ночи. Хороший выстрел Джонни на 107. Этого пробил. Этого сразу кританул. И вот этого давай добьем. Выстрел. Он все еще жив. На 92. У них по 200 хп с чем-то. Нас пытаются взять в кольцо. Крестьяне сдержать. Для того, чтобы позволить охранникам вооруженным огнестрелом совершать стрельбу. Но нет, Джонни так просто не дастся. Сейчас мы их всех просто раскатаем из пистолета-пулемета. До свидания, говорят, да? Джонни достает пистолет-пулемет. Охранник там встал уже, но ничего. Вот этих раскатываем. Готов. Следующая готова. Перезарядить или выстрел произвести? Я думаю, тактически грамотно произвести выстрел из Гаусса по охраннику. Промах? Неужели? Да, промах. Это когда-нибудь кончится? Это кончится, когда я дойду до хабалогов, наверное. Во. Это я еще специально не защищаю дома, но они и так сбегаются на меня все. Мы за них опыт получаем. И карма снижается у Джонни. Да. Убирайтесь домой к своему народу. Я иду за ними. А в Сан-Франциско наш новый дом будет. Все, этих постреляли, но теперь можно перезарядить пистолет-пулемет. Давай очередь вот в этого. Двоих сразу Джонни кладет. Ну и неспешной летящей походкой будет отправляться к хабалогам. Хе-хе-хе. Ко второй своей семье. Во. Уже нам дадут звание ник три хотя бы. Хотелось бы уже. Да. Что, очередями стрелять? Ну придется. Придется. стрелять очередями. Детей от экранов, потому что достаточно жестко происходит событие. Зачистка Чайна Тауна продолжается. Еще крестьяне сбегаются. Следующая очередь. Готов. Так, Джонни. Перезарядка и очередная очередь. Выжил все-таки. Ох, больно. Что вы хотели? Бежит на меня. Еще сзади один нападает. Отродье свиньи. Этот получает одиночный выстрел. Этот получает одиночный. Тетка получает одиночный. Тетка ложится. Она еще встанет. И вот этот должен быть готов, но он не готов. Вон, говорят, и пинками насмехаются на Джонни и пытаются его прогнать, но не получается. Тетка готова. Все-таки. Ну и ты остался. Да, выстрел. Выстрел готово. Все, патроны перезарядил. Бой. 3250 опыта достаточно много. И, да, падает она с кармой, но я бы не сказал, что сильно она падает. К хабалогам быстро бежим. Я даже лутать, ну, надо на самом деле на предмет стимуляторов их залутать. Вот это важно. У синих охранников будут стимуляторы? Будут. Фэнфол у них. Неплохие винтовки на самом деле. Винтовки останутся при вас. Джонни потом это все заберет. Боевой дробовик Джек Хаммер у него неплохо. Панкорд Джек Хаммер. Здесь кто-то еще остался. Еще один охранник с патронами только. К хабалогам. К хабалогам вот сюда проходим. Все заряжено. Мы, в принципе, готовы ко всему уже. Так. Ну, что теперь скажете? Мне все еще нужна помощь, дитя мое. Ты можешь мне помочь? Я чем могу служить? Еще ж горючее для нашего великого космического корабля. Да-да-да, конечно. Я боюсь, что он не взлетит, потому что я уже заправил то, что мне было нужно. Задание выполнено. гнусный император геомонистов уже покинул свою бренную оболочку. Да-да-стопочтимый ник всем. Он мертв. Его люди примут хаб. Все будет хорошо. Ты оказал великую услугу. Я все делаю ради колеса. Прощай. Что, не будет больше заданий? 5000 опыта нам еще за это дают. Возможно, могу облегчить твою душу. Что тебе нужно? Когда отлетает ваш ты больше заданий не даешь? Голодиск открою еще вопросы. Где крокет? Все, он больше не дает заданий почему-то. Мы верны ник 9. Мы верны ник 9. Мы получили может статус какой-то приближенный Сальваторе, профессиональный боец. Нет, статуса мы не получили. Может быть у ник 9 будет задание. Давайте посмотрим. Тут был еще кто-то важный. Был крокет, которому мы должны были как раз таки топливо подогнать, но мы ему его не подогнали. Чтобы еще здесь всех стрелять не пришлось. Ребятки, в кафетерии никого. Здесь охрана, но и сам крокет здесь тусуется. Да. Джонни, сквозь скрытую стену пробежишь вот тут. Одень ник 9 сам. Время, время, надо до 8 утра прийти. До утра ждем. 8 утра. Ник 9 где-то делся. А вот он. Сэр! По твоим эманациям видно, что благое дело избавления мира от зловонных нейродинных императора завершено. Да, задание выполнено. Теперь мне нужна ваша помощь в спасении моих людей. Император и его ставленники уничтожены? Уничтожены. Значит, на моем пути больше никто не стоит, но ты всего лишь орудие в моих руках. Я ничем тебе посмотрите, что происходит. Я думал, ты нам поможешь, но ладно. Ник 9 готов. Теперь Джонни тут главный. Перезарядка бой. Бой не заканчивается. Удачу, наверное, бой не может закончиться. Это тебе за ник 9. Джонни их обологов еще и будет выносить всех, да? Ну, Джонни на эмоциях сыграл, что поделаешь. Удачу не снизили мне? Не, нормально. Придется вас тоже всех пострелять, потому что Джонни не оставляет свидетелей. Тебе надо из гаус отдать. Да, выстрел. Выстрел на сколько? На 45 охранник получает. Эти в комбо терморе Джонни промахивается еще. Джонни нормально отдохнул на самом деле. Получаю выстрел, причем критический, без урона какого-либо. У них наверное штурмовые винтовки. Получи в бочину. Готов. Так, бой охрана будет сбегаться. Джонни решил коронацию смерть не посвященным. Джонни еще как посвященный самостоятельную коронацию совершить. Проверим, что было в Нике 9. Ник 9 не лутается. Ничего в нем не было. Проверим тогда, что было в охраннике. Ну, так получилось. Не захотел нам помочь, но как же так? Джонни столько для вас сделал. Уже вижу следующего охранника, по которому могу совершать выстрел. без повреждений патроны у меня закончились. Иглы для Гаусса. Выстрел, промах. Будь-то из наших тебе бы удалось меня попасть. На Джонни другая религия немного. Все ради религии. Джонни религия бизнес. На самом деле религия это самый первый бизнес, который не меняется. Бизнес не меняется. И религиозный. Так, заваруха начинается. Сзади порнозвезда прибегает. посмотрите. Это кто такой, а кто-то в мантии. Давайте стреляем порнозвезду, наверное. На, в бочину просто. Нечего в крамольных фильмах сниматься. И здесь по вот этому парню в мантии стреляем. Ваше учение ничто по сравнению с силой десятого миллиметра и игру для гауса. Но так получилось, ребята, хабалогов тоже будут стрелять. Так уж выходит. Так, и этот готов тоже. Вроде бы все. Перезарядка, бой, нельзя закончить, потому что заваруха поднялась нехилая на базе хабалогов. После того, как Джонни немножко поспорил с правителем ихним. Этого как подстрелить. Шаг сюда, выстрел, оставь меня в покое. Да нет уж, Ник-2 вершит свою месть просто хабалогом. Перезарядка, бой. Бой не заканчивается, еще сзади кто-то стреляет. Слушайте, они все на меня сбегаются, там большая толпа. Хабелда раздавит тебя, шо вы не говорите. Сейчас 10 миллиметров раздавит вас. Сюда очередь куда-то, на куски просто разлетается хабалог со своим учением. Вославим колесо. Этот выжить может. возродимся, брат. Никогда не бросай вызов звездному отцу. Уже вызов брошен. Я очень надеюсь, удачу нам за это не закинут. Следующая очередь пошла. Готов молодой человек. И двое охранников. Надо охранника с пушкой брать. Здесь застряла тетка с пушкой. Здесь это у нас темноволосый мужчина, блондинка чертовски привлекательная. От тиши у нас другую вибрацию. Вибрация гаус пушки. Ох ощутил. Послы услышали как он закричал. Ну и охранник остается тоже получает вибрацию небольшую. По-моему кританул я его. Да, он умирает. Хорошо. Следующий охранник сзади совершает нападение. Заходит сзади. Джонни совершает выстрел небольшой. Еще один выстрел. Ну все готово все. Так. Тут наверное. Бой не заканчивается потому что сбегаются еще судя по всему все просто на нас. Ну как это ускорить процесс можно войти в режим скрытности попытаться закончить бой я сделаю еще один ход. Ну они бегут на нас потихоньку. Возможно нас ищут. Джонни давай проверим что здесь было. Тоже фанфолами вооружены наши прославленные отцы и чтецы хаба вооружены были ровно ничем вооружены знанием были. Посмотрим чем порнозвезды были вооружены на нас уже сбегаются сейчас будет атака произведена ощути вибрации великого колеса ощутил аж у него кусок башки отлетел перезарядка следующий ход хабологи сбегаются на Джонни вот это поворот конечно да но я и так не смогу ваш космолет заправить потому что танкер нужен чтобы спасти мою настоящую семью все ради восстановления чести Хакунина говорит Джонни и заканчивает наконец-то этот бой в порнозвездах ничего не было а в тетке тоже ничего не было крутая музыка играет здесь были стимуляторы да панкорд джекхаммер у них стимуляторы но стимуляторы надо собирать чтобы хотя бы отбить отбить перезарядить гаус перезарядить пистолет-пулемет и что по карме карма увеличиваться начала спаситель проклятых в Сан-Франциско проклинают нас ну придется всех выпиливать очевидно погнали что тут у нас кафедра да здесь душ надо бы душ принять перед тем как отчаливать отсюда ребята к рокету можно еще наведаться посмотрим что он теперь скажет в пип-бое как у нас по заданиям статус Сан-Франциско нас остается использовать ключи танкера чтобы получить доступ к навигационному компьютеру хабалукам необходимо топливо для космического корабля они его не получат и навигационному необходима специальная часть для работы это у нас есть то есть у нас в принципе все есть селезенку чипа не получилось достать так что скажет крокет выпендривался там да эй бить меня никакого вреда не будет только не надо меня бить ну ладно пока как скажешь будешь делать для тезушки марл из кремния какие-то вещи полезные тут еще склад можно его ограбануть Джонни будем выходить наверное здесь где-то надо сохраниться на самом деле на f6 например вот так сохранение пошло мы еще по пустыне немножко проедемся и будем уже тампер наверное заправлять здрасте Джонни заходит заходит по громкому сразу же две очереди сейчас упаду в омарок да нет сейчас твои останки упадут в низину ох какой выстрел из дробовика на тройку получает Джонни опять я слазил в пип-бой и глюк появился вот этот это строго после пип-боя выстрел на 62 по охраннику выстрел он готов эти послабее кстати чем ши бой окончен стимуляторы ваши один и номер второй я не могу ее залатать я ее не вижу просто ее трупа бренного ладно валим тогда хабалоги ну не так сталося как гадалось никто в космос не полетит посмотрите они сигнал тревоги подняли душ будем принимать а Джонни думаю главное вискарь достать а там потом уже будет видно ремонт использовать обязательно кстати можно же в главный компьютер к ним залезть и посмотреть можно же теперь да компьютерная консоль давай Джонни погнали это интересно просто и сюда к главному хабалогу тоже посмотреть что у него там было в ящиках еще нет вот в этом столе мы не могли пошариться нормально и тут еще у него компьютер зеркало какое-то еще нету в зеркало Джонни посмотри никакого ничего не находишь а науку здесь использовать не удается ничего узнать каких-то секретных ящиков у него не было с документами не ничего у него нету хорошо крокет я думаю ты будешь не против если я в компьютере пошарюсь немножко у хабалогов да так добро пожаловать систему хаба связь запрос базе данных выберите базу данных исследовательская бд база данных продравшись через религиозную билиберду вы обнаруживаете что хабалоги нашли способ укрепить силовую броню кроме того они научились рассчитывать траекторию запуска космических кораблей орбиты и курсы в космосе более того похоже они работают над управлением погодой неплохо назад цели на будущее полчаса вы читаете о целях которые пытаются достичь ник 9 кроме просветления воссоединения со звездным отцом он похоже очень хочет уничтожить людей что что которые не были с ним с самого начала он просто чекнули так я хорошо сделал что его завалил финансирование церковь хабалогов просто неприлично богато стандартный метод попросить нового рекрута пожертвовать все свои сбережения церкви дабы подтвердить свою веру если же кого-то об этом не просят все указывает на то что в данном случае их обологи берут не спросясь кое-где в пустыне у них огромные тайные склады добра координаты этих складов выяснить не удается посмотрите назад команда управления каталог команд управления выберите команду форматировать проверка состояния системы состояние системы ESS кветцель отсутствует топлива главный компьютер в рабочем состоянии турбопровод в рабочем состоянии исследовательские станции в рабочем состоянии ремонтные центры в рабочем состоянии камеры в рабочем состоянии так и все проверка состояния системы форматнем операция запрещена обратитесь к системному администратору слышишь крокет есть небольшой вопрос у меня никакого вреда не будет только не надо меня бить не могу форматнуть диск их может это параллельное задание если бы мы за империю играли мы немножко неправильно сыграли в эти компы не могу залезть главный компьютер большой суперкомпьютер на вид наверное самый мощный который довелось видеть давай попробуем научный подход вот этот джонни например на вот этот терминал не удается ничего узнать ну и на вот этот на крокета еще можно научный подход так база данных команды управления форматировать запрещена операция крокет видите какая серьезная организация хабалогов тут у них что скамья да на вид совершенно то же что можно ожидать от обычной скамьи ну ладно в таком случае через секретную стенку выстрел сейчас будет произведен на ка в спину получи ник 2 вершить свою месть перезарядка использовать стимулятор это мой стимулятор говорит джонни ого два раза стреляют из дробовика ну тогда пистолет пулемет не заряженный перезаряжаем даем очередь больно очень больно хе-хе-хе так бой окончен перезарядка хорошо стимулятор уже не получим дробовик не нужен с патронами ни у коколы бы и спить джета хочется вмазать на самом деле опять сигнал тревоги но это сейчас мы снимем доктор нет научный подход не-не-не ремонтный подход ремонтный подход Джонни только отойди ремонтный подход сюда тайники у них по всей пустоши теперь наверное хабалоги будут на меня нападать тут еще компьютер и склад грешник говорят господи какая ассоциация с Far Cry 5 готов грешник перезарядка тут же да грешник бой не заканчивается интересно почему кто-то будет бежать на меня нападать мне бой закончился в компьютер Джонни в компьютер в компьютере ничего не можно найти ну давай научный подход применим так ничего не нахожу стимулятор забираю ящики эти забить можно ничего ценного погнали надо должен быть способ каким-то образом отключать эти силовые поля одновременно все я уверен что должен быть кроме вот этого кустарного ремонтного Джонни отключаю все силовые это не отключается я еще за это опыт получаю посмотрите Джонни это надо отключить поле что грешник скажете да сюда сюда из дробовика в упор выстрел вообще не наносит урона ой 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 больно немножко и тут очередь заходит еще наверное выстрел одиночным вот так вот может можно было прочитать компьютер и потом с ником 9 с ником 7 переговорить да ник 7 отправляется тоже навстречу к великому колесу Джонни все перезаряжает и хабалогин наши тоже перезарядка патроны хорошо стимулятор так получилось так получилось я додумал что они мне какой-то статус дадут удача 5 карма увеличилась да сейчас смотрим да увеличилась спаситель проклятых надо было за ши играть уника 7 всего лишь стимулятор погнали наверх ребята погнали наверх так тут собираются все-таки на нас влететь космический корабль готовится к взлету ну и к взлету готовится вот этот вот молодой охранник он получает выстрел из гаусса второй выстрел из гаусса и он запущен на орбиту следующий охранник звездный отец помоги мне и докторишка их не бежит достается ствол по джонни выстрел на двойку получив жбан просто доктор у вас есть шанс отступить пока джонни перезаряжается и даю вам шанс смерть непосвященным говорит доктор и пробивает нас ракетчик да как там тебя звали ракета ну тогда тебя тоже придется отправить в космос наверное готов и в кепке в кепке у нас техник очевидно в кепке техника можно спокойно взять из гаусса добить дэйв икс получает да получает неплохо шаттл наш в шаттле я думаю расположится главная комната джонни вот и какую-то красивую из племени надо подругу выбрать вот вот и все обологи мертвы кто остается ну остается пару граждан видите ничего необычного джонни неужели в этот шаттл нельзя зайти давай посмотрим турбина шаттл еще необычного давай тут осмотримся еще на всякий случай мне надо было топливо в него заряжать и все и мост золотые ворота дорога погнали я думаю мы на танкер но перед этим мы немножко по пустыне проедемся еще да да как-то так выход все фриска зачищена практически патроны лежат патроны 762 не хочу подбирать стимуляторы может тут что-то еще полезное будет лежать но это все такое потому что оба вот здесь например лежит стимулятор его надо забирать он один и патроны 4,7 мм вот эти надо забирать патроны хорошо куча крови здесь еще стимулятор джонни так оружие так тоже нельзя оставлять разбросанным наверное в Сан-Франциско потому что о корова Бетти уже сдвинулась немножко я не могу из-за из-за нее упала почему-то домашний бромин почему-то упал тебе плохо домашний бромин навык доктора применить му-му все домашний бромин можешь отойти она падает она заглючила наверное ладно навык доктора мучание кучу отложила пакость ну посмотрите что происходит джонни тогда из этого стола будем забирать что здесь есть пару фруктов можно будет захавать это нам не надо на самом деле докторский один вот эти все патроны потому что следующий заход мы пойдем с Бозером и силовуху но силовуху можно взять продать просто перепродать броню братства тут патроны есть есть лучевой пистолет он очень дорого стоит что еще уже не могу тянуть но патроны забираю все все но Бетти остается только рентген ром не надо пить чтобы у тебя третья голова не выросла еще вещи какие-то лежат да пистолет пулемет судя по всему не наводится что-то мышка это хеклер кох это патроны 4,7 миллиметра мы их забираем Джонни в машину машину быстро и решительно ракеты не у кого покупать теперь вот это проблема на танкере купим так это сюда это сюда эти патроны все оставляем это сюда гатлинг суперовый надо попробовать на самом деле затестить его и базука пистолет пулемет уже отходит в мир иной наверное Джонни в инвентарь пистолет пулемет сюда гаус сюда переходим на тяжелое оружие гаус сюда говорю пистолет пулемет сюда супер гатлинг и бозер и бозер на базу супер гатлинг надо все патроны забирать можешь можешь и патроны для бозера все максимальный вес не может Джонни тащить столько но вот эти патроны можно выложить мы пока что еще можем в пустошь на самом деле смотаться в пустошь смотаться ребята было пару мест неизведанных большая научная психа гек у нас но это все в машине останется машина никуда не денется 14 ракет старый добрый давай Джонни выпьем немного в пустошь съездим так о хорошо пошла потерял аж два восприятия но ничего гатлинг зато готовлю два пулемета ребята это не шутки в бозер заряжается 30 патрон а 4,7 мм заряжается сотня но базуку надо перезарядить сколько там этих ракет 12 одну заряжаю например вот Джонни сохраняемся и давайте немножко да проветримся по пустоши поездим под конец что осталось у нас два места в которых мы не были найти их достаточно проблематично потому что здесь только есть строго уголок здесь может быть что-то на самом деле а на севере здесь вряд ли ну вот здесь большой достаточно кусок но по-моему там ничего такого не должно быть осматриваем карту я настолько далеко на север не хочу ехать мы немножко прокатимся буквально чуть-чуть а отсюда выехать мы не можем просто так потому что да побережье мы прокатимся сюда опасная местность собака неудачи может спидкат Джонни но у Джонни из Гатлинга ее застрелит нормально ездим ничего такого не случается можем для очистки совести сюда съездить все-таки неизвестное место случайная встреча одичавшая собака очередь дать по ней из Гатлинга на 173 нехорошая собака получает критическое ранение я не хочу чтобы удача у меня упала еще очередь пошла следующий ход она убегает этого нельзя допускать Джонни под конец игры мне удача 1 не нужна какая она плотная 74 урон нанесен трачу супер пулемет она будет убегать сейчас шаг вперед ее не убьешь просто я по ней посмотрите сколько зарядил из ракеты выстрел это наверное Ник 9 мстит нам чтобы удачу сбросить вроде бы надо собаку валить чтобы она еще на 74 посмотрите сколько у нее хп ее просто не убить 74 185 я дал по ней 74 стеклянный глаз 142 да она очень плотная перезарядка и здесь перезарядка перезарядка пару шагов вперед еще ракету надо дать по ней обязательно надо ее выносить 91% летит ракета разрывная собака все еще жива она сейчас вылетит за карту этого нельзя допускать она вылетает за карту может заглючить серьезная рана нанесена нехорошая собака получает ранение очередь из гатлинга в недосягаемости Джонни подходит в упор просто она убегает не допустить этого готова собака на последний выстрел перезарядка бой 60 очков опыта за нее дали удачу вернулась 5 и никакого трейта не повесила на нас не ну слава богу лутать в этом проклятом месте мы никого не будем хотя кости не тут нельзя это что такое камень нельзя тут ничего лутать Джонни суеверный становится под конец машина где машину быстро избегаем эту случайную встречу стреляем собаку потратил патронов на нее ну что поделаешь на место остается ребята кстати на карте вот оно неизвестное место ну что чистим карту чистим карту по по машина заправлена в принципе ездить можно где хотим здесь на севере действительно еще нету случайная встреча что происходит крытокрисы мутанты и кто это такой отшельник с несколькими крытокрисами отдать ракету можно на самом деле по крытокрисам ракетница не заряжена ну давай куда-то сюда в толпу чтобы я отшельника поберегись отшельник тоже разлетается и два крытокриса надо ствол какой-то попроще дать их можно руками ногами завалить на самом деле можно бозер приготовить и их отстрелять тут еще пещера очередь из бозера но Джонни разрывает уже всех вот это готово вот это готово бозер правда патронов я трачу дорогущих ну что поделаешь перезарядка очередь у меня тысячи этих патронов мне в принципе хватит да и в НКР что еще бой а еще волки тут крытокрисы мутанты посмотрите еще волчики нападают ну давай Джонни стреляем надо было пистолет пулемет не прятать на самом деле собаки получают это наследие собаки неудачи бежит за Джонни посмотрите как карма повернулась перезарядка очередь получается бака можно кулаком их лупить наверное чтобы экономить пули и пещера в пещере интересно что будет посмотрим ну давай очередь по двоим да получается мы еще опыт получаем следующий уровень может быть добьем получаем уровень о перк можно взять барахольщик блок удара бонус движения бонус рукопашного урона реакция я бы реакцию взял ванковстанка верткость ворюга говорун добавить выносливости Джонни интеллекта ловкости добавить можно привлекательности и удачи можно добавить удачу больше критов будет залетать живчик незнакомец здесь и сейчас змеяедство источник жизни легкая походка магнетическая личность мастер на все руки немог наука может понадобиться еще вот это кстати Джонни меткий стрелок восприятие и так хорошее наблюдательность тоже не нужна образование уже поздно брать оратор нет пироманы мы хотели взять да понимание приз уже некуда вкладывать его прилежный ученик нет разведчик интересные места увеличивает шанс найти особенное место встретить особенных людей давай для случайных встреч возьмем разведчика под конец куда вкладываться в тяжелое тяжелое вкладываемся ребята 136 я вложил 2 очка остается бартер давай сороковник сделаем хотя это уже не нужно на самом деле что может понадобиться реально взлом еще может понадобиться 115 делаю взлом красноречие может еще понадобиться проверить пещеру проверить пещеру в пещере куча кротокрысов огромная у меня пушка немного не та которая нужна тратим 223 патрон они зато так сочно разлетаются что Джонни аж не может устоять вручную интересно мы завалим их не знаю перезарядка очередь пошла сюда куда-то это кротокрысы мутанты это серьезные Джонни подходит но опыт пусть капает перезарядка очередь сюда куда-то на куски просто слушайте это же кротокрысы мутанты это же нашего брата возродимся брат собратья мы их так стреляем Джонни не стыдно Джонни уже вообще ни за что не стыдно после того что произошло в Сан-Франциско ход бой Джонни не должно быть стыдно после того что произошло в Модоке на самом деле следующая очередь может есть какая-то пушка у меня попроще нет у меня ничего у меня есть миниган вот этот мститель но его тратить на крыс не хочется перезаряжаю все патроны 20 из 30 так 90 остается кротокрысы убегают в страхе это готово перезарядка бой не оканчивается ход это меня не видят еще Джонни ходит на 9 очков действия как хорошо господи сюда выстрел как хорошо без джета Джонни понимает что очень круто быть чистым очищенным 2400 опыта сейчас мы меняем патроны на опыт по сути надо брать пистолет пулемет или нет я не знаю или патронов побольше деньги были при отшельнике посмотрите отшельник не так уж и прост был давайте посмотрим Джонни и так не может нести все на свете поэтому надо определяться с патронами силовуху можно будет толкнуть гаусс уже не нужен силовый кастет можно взять это что такое модуль голосового управления он не нужен я хочу чтобы все ракеты Джонни мог нести и он может это немного психа еще может нести ключ от танкера Джонни должен нести и навигационный компьютер там был еще важная вещь вот он в честь навигационного Джонни несет это все докторский саквояж нужно чтобы был обязательно у нас с собой большая научная но мы можем прочитать если психо обдолбимся супер аптечки есть докторский мне кажется что вот эта супер аптечка она как вот это используется или как вот это я вот этого не знаю на самом деле динамит антирадин вот этих можно 50 взять зарядить машину максимальный вес я уже не тяну патроны 23 ракеты у меня разрывные Джонни что делать выложить эти патроны или отстрелять их не знаю сохраниться и продолжить путешествие по пустошам в поиске каких-то крутых случайных встреч тут еще темные места но здесь будут слабенькие случайные встречи потому что такие места да все тут чисто достаточно тут мы все очистили можно еще так проехаться случайная встреча банда грабителей ну давай я еще вернусь сразу убегает вы уже никуда не уходите потому что Джонни чихлит бозор давай проверим может в рядочек вот этих можно будет положить из вот этого пулемета а двоих сразу ну банда грабителей должна убегать просто ты готова сука говорит грабитель двое убегают то нам еще стреляют что-то пытаются сделать сюда очередь двоих сразу да очередь сюда просто на части разлетаются все из этого пулемета надо анклавовский патруль найти и попытаться с ними постреляться Джонни потратил патронов на что поделаешь стимуляторы может будут при них 8 крышек такое 10 миллиметров патроны 11 почему-то было в пистолете а в пистолете 12 патронов 8 крышек хорошо пещеры давай проверим сразу в пещере мелкие крытокрысы ну с них я опыта не получу достаточно много поэтому стреляю вот этих двоих и стреляю вот этого и все эту пещеру забиваем наверное да 270 опыта это не стоит этих патронов этот опыт долутываем молодых людей бандитов Джонни гроза пустоши о посмотрите что было при молодом человеке Джонни аж руки трясутся давай 10 патронов сюда 70 надо для Бозера больше патронов нести обычный кастет эх Джонни с этого начинали с обычного оружия сохранялочка и погнали дальше колесить пустошь так модок ферма ужасов давай тут проедемся но тут ездить не имеет смысла еще случайная встреча несколько охотников за головами вот это уже серьезно стреляют по нам тут же пробивают на 33 тут надо и психа использовать и все подряд на 26 меня сейчас убить кстати могут даже поэтому первый ход в инвентарь первый ход в инвентарь проверить чтобы все было заряжено приготовить базуку и использовать психа Джонни давненько не закидывался хорошенько пару стимуляторов первый второй третий наверное стимуляторов мало все еще я хочу сотню как в третьем фоллауте чтобы сотня стимуляторов денег куча можно скупить не знаю пол пустоши два психа закинуть одно закину ловкость 10 приготовлю ракетомет он заряжен он не заряжен но бронебойным мы должны пробивать этих парней куча очков действия так кто-то у нас их трое да четверо опасно давай очередь получает на 75 охотник за головами отступим большая перегруппировка ох тут еще один умри дерьмо но не пробивает нас потому что психа работает у него наверное обычный миниган здесь плазменный пистолет пробьет нас на 9 да охотится все еще за джонни на 10 пробивает сзади из лазерной пробивает на 2 слабенько промахивается а тебе печать смерти сейчас выстрел неплохой зашел на 14 и на 15 и еще выстрел летит по нам у них восприятие больше но очевидно что да ого стреляют по джоне я тебя понесу домой назад в мешке для покойников у нас пытаются пырнуть и пробивают по своим попадают по джоне попадают господи следующий ход опять таки стимулятор надо использовать крит получаю на 85 посмотрите что происходит ребята еще стреляют по мне убивают просто убивают ты умрешь да я возможно умру 4 хп я теряю ход я умираю вот она пустошь ваша деревня сейчас будет спасена деревня что вы там волнуетесь так вот так вот случайная встреча с равным противником надо то есть джет хавать давай в машину джонни давай машину что куда едем я бы их выловил я бы их выловил они не вылавливаются хорошо кломат но тут везде были ну здесь еще давай для очистки совести зачистим в токсические пещеры еще можно попробовать отправиться здесь уже побережье и дальше тусоваться нельзя так джонни выйди отсюда пожалуйста машина сейчас разрядится еще страшного сюда арою сюда тут можно с анклавовцами посражаться и какую-то случайную встречу поискать нам ничего не выпадает почему-то выпадает несколько охотников за головами давайте попробуем принесу тебя назад в мешке так на 32 пробивает на 98 крит и мне залетает посмотрите я даже первый ход тут не вынесу не ход мой сколько их трое 4 5 ну парни я не знаю что вам сказать джонни не знает что вам сказать джонни использует два психа сразу раз два и джонни ну вынужден вынужден вернуться к старому ой 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 как хорошо зашло джонни и супер стимпак пожалуйста так 143 хп джонни а я зависимость не получил ребята от джета все таки джет не сразу привыкание возникает или джонни у тебя как это синдром там какой-то есть ладно заряжаю ракету есть значит у нас 6 очков действия надо выбирать по кому стрелять естественно стрелять надо по тем кого побольше и кого может отбросить вот сюда ракета летит разрывная хорошо зашла у меня 3 очка действия и куда их потратить ничего такого что не помешает тебя убить я перезаряжаюсь шаг сюда куда-то ты умрешь лазерная винтовка крит сразу залетает слабенький крит куда-то в ногу он попал пулемет сейчас хорошо мог попасть потому что я лежу но не попадает это наверное ох плазменная граната прилетела на 23 еще одна прилетает на 33 этот бежит вперед дайте ход убили кританули на 126 вот вам ребята энергооружие на тебе да печать смерти потому что невыгодно было быть убийцей детей ну что поделаешь что поделаешь так стало там всего лишь был детек детек каннибал у нас кстати записано почему-то вот здесь в детях двое детей я что-то не помню чтобы я второго валил может где-то под раздачу кто-то попал в жоне но случайных встреч каких-то веселых кроме этих охотников нет налетчики здесь здесь мы тоже были везде давай сюда куда-то проедемся попытаем счастье здесь тут вообще ничего не выпадает то есть не охотники никто на нас не смеет влетать вот случайная встреча рой богомолов но этих мы просто возьмем элементарно так элементарно по толпе сразу джонни двое тут двое здесь все и шужочек отступаешь сейчас будет очень смешно если богомолы меня пристукнут не не получается у них взять джонни элементарно из этого пулемета разбираю богомолов 420 очков опыта сохранения очередное да фриплейт можно еще много искать случайные встречи много чем заниматься в фоллауте джонни надо наверное уже и честь знать в нкр можно съездить торгануть на самом деле давайте в бизнес центр наверное у меня есть какой-то лут при себе нет надо на рынке это делать надо пушку спрятать напиши песенку я тут как все посмотрим какие у них есть патроны в нкр торганем послежу послежу за машиной можно продать силовуху наверное эти патроны выложить эти выложить все и вот эти выложить все и впарить я не могу тащить силовуху посмотрите ну базуку тогда давай силовуха только стоит и вот этот пистолет стоит я не могу его даже выложить супер ремнобор мы выкладываем пистолет этот впарю сейчас ствол надо убрать чтобы на нас тут не влетели как-то вот так мы сделаем послежу послежу следят за машиной да он допил наконец-то алкоголь который я ему подарил будут с нами торговать до утра надо дождаться до 10 до утра и 2 часа еще 10 утра бизнес ведем что у вас есть что-нибудь нестандартное эй да ты меня уже обчистил ну тогда давай посмотрим стандартное 400 крышек у тебя ну такое 12000 за пистолетико за силовуху 12 тоже 500 давай все крышки давай все вот эти патроны мне на запас все вот эти патроны 4000 да я тебя действительно уже обчистил у тебя товар не обновляется или что вот эти патроны все 11000 батареи мне давай на 2000 18000 батареи мне бронебойные вот эти не нужны по сути 15000 батареи давай слышишь дорого берешь 12100 нормально засила в ухо неплохая сделка разменялись на патроны дальше все до свидания Игуана Боб сынок мне бы в дорогу покушать слышишь возьму одну организуйте пожалуйста Игуана на палочке шашлык у тебя 78 крышек да шашлык давай один шашлычок 15 крышек мы тебе за это дадим противоядие за 50 и ты мне еще сдачи наваяешь 35 вот так химические журналы а это большая научная все в дорогу есть похавать выпить у тебя есть что-то Игуана Боб нету ничего ребята пора я думаю хватит заниматься ерундой еще немножко покатаемся и уже все-таки будем отправляться на танкер все в порядке давайте я сразу выберу оружие которым мы будем пользоваться потому что тут зависит от патронов сильно это можно захавать Джонни сразу кушаем неплохо пошло заряжаем машину аккумуляторами антиродина пассатижи не уверен это нам мало как раз постреляем ох ничего себе четверых сразу вот это базар 4 очка действия стоит очередь нам бы ловкости поднять вот следующий перк это какой-то или живчик надо брать или какую-то ловкость потому что же джонни мог стрелять побольше рой богомолов готов еще можно патронов из багажника закинуть себя в рюкзак потому что расстрелял только что до магазин чик 50 еще 50 не максимальный вес сохранением машину возьмем патруль анклава если нарвемся на него я думаю вполне не сможем только придется психа использовать навара патрульные нападают почему-то случайная встреча патруль анклава ну давай попробуем офис моно достаточно вы чужак нелегально проникший на территорию анклава согласно пункту 312 джонни лезет в инвентарь и тут же готовит ракетомет с базара будем их стрелять ракетомет заряжен не заряжен будет заряженный джонни использует психа первая ловкость становится 10 еще что вам сказать молодые люди летит ракета летят утки и ракета первая неплохо залетает урон наносим на 53 не особо хорошо отступаем шажочек и терпим теперь потому что они гасят и года ох вот это пистолет у него посмотрите синим бластер какой-то на 16 хочешь еще а да у них бластеры серьезные надо ребят с пистолетами выносить много очков действия достаточно но на из базара придется стрелять так насколько на 61 крит прошел перезарядка это девушка была кстати на 74 крит мне прилетает могу не выстоять просто посмотрите что происходит на 22 господи джонни держись еще из бластерного пистолета на 9 стреляют в инвентарь в инвентарь иначе никак надо вот этот пулемет на них испробовать я думаю супер стимулятор или обычный да не тут надо супер использовать потому что далее по мне дай боже просто сколько 116 хп могут критануть еще можно джета использовать не джонни используем пару обычных стимуляторов 156 173 185 должно хватить все заряжено все заряжено но из пулемета очередь вот это опасно насколько пробиваю на 44 бозер получше был до получаю выстрел на 18 перезаряжается этот пистолет импульсный патронов нету у него джонни должен танковать все патроны самое приятное говорит ну этого наверное простой миниган вот и самое приятное пошло вот этот миниган хорош тем что много патронов а сюда ракету на ракету джонни главное обшивку на машине не повредить выстрел анклавовец отлетает и хорошо еще в пачку собирать на анклавовец вообще отлетел на пол карты перезарядить ракета мед скормлю тебя своей ручной игуани посмотрите я сделаю с твоей ручной его она и его она на палочке анклавовец судя по всему рипер достал но джонни чихлит пулемет и вносит по анклавовцу первую очередь перезаряжает этот миниган крутейший вторую очередь готов анклавовец так бластерный пистолет по нам залетает урон ребята добиваем анклавовца охотники за головами круче чем патрулил анклава 2200 опыта на миниган был это миниган это необычно это мститель у него был он без патронов и нож у него был боевой здесь импульсный пистолет стоит кучу денег можно забрать здесь пистолет гаусса только патроны его можно забрать служить в инвентаре и здесь чем был вооружен плазменным но можно а столько не поднимите ну давай 17 крышек это ваше жалование анклавовская и джонни в машину использовал психо параметры упадут нужно будет переломаться но никакой зависимости не получил поэтому все выкладываю и патронов могу 3-4 магазина забрать 5 магазинов да да хорошо 6 магазинов всем для базара все максимальный вес патроны уходят в этих пулеметах ребята надо уметь носить очень много джонни так он несет максимальный вес что все заряжено до базар перезарядить все заряжено хорошо ну все мы карту открыли случайных встреч не падает потому что удача не низкой пуперк разведчик что-то не особо нам помогает неизвестная местность мы туда не будем возвращаться к собаке тут еще к это случайно может выпасть попадает что огненные иконы положу их без психа не знаю ребята ложу вроде бы так но это опыт опять таки опыт надо отступать правда их много их если начнут огнем пулять помогут меня взять если еще и по два раза будут ходить они ходят судя по всему по два раза не ходят по одному разу ох вот это выстрел сейчас джонни отличный произвел плохие вероятности у меня попадение потому что ночь хотелось знаете чтобы еще зачистить пещеру кахтей смерти хотелось бы целую пещеру патроны перезарядка и геккон готов а вот этому отправить особый подарок наверное особый подарок не получится отправить хорошо тогда делаем ход просто он подойдет опыта за них не сильно наваливают но нормально этот живучий этот командир изгорая командир шайки готов 1250 перезарядка сохранения проверить пещеру в пещере главное не нарваться еще на что-то пещера а это из тех пещер которые нельзя заходить ладно забираем снаряжение из багажника перекладывающие патроны 900 сколько я три магазина могу забирать не 22 джонни что ты головой мотаешь еще успеешь все сделать все дуем наверное во фриска ребята и пора уже на танкер на уже на танкер военная база тут вряд ли что-то будет 22 февраля 2243 года случайная встреча караван отражающие нападение наемников давайте попробуем воткнуться за караван это судя по всему караван да это путешественники покрытые шрамами это начальник каравана вот это наемники ну давай первая очередь по наемникам наверно надо стрелять из базара вторая очередь мы воткнулись за караван может поторгу им сразу как нравится у мы уже не поторгу им никаким образом нам можно вообще всех выносить в таком случае ну ладно выносим всех караван тоже будет наш главное караванщика с пулеметом уничтожить теперь все будут стрелять по джоне мы скоро повторим этот номер этот упускается в бега караванщики стреляют все еще по налетчикам теперь попадают по джоне немножко задевают его достаю базар и попробую в рядочек их сложить одного беру 2 беру так и налетчики не понимают что происходит сражаются друг с другом крутой пистолет у тетки кстати перезарядка очередь по тетке обоих урабатывает джонни все смерть пустыне наступила бой заканчиваю опыта дали неплохо о джет был что это такое посмотрите золотой самородок надо взять но джонни не может его подобрать еще какая-то труд один надо взять в коллекцию не могу поднять максимальный вес миниган три крышки 3 бакса так здесь что было 6 плазменных гранат надо бы их взять но нет джонни мы не унесем просто волосатый который убегал струхнул был неплохим пистолетом вооружен на самом деле почему убежал зачем тут штурмовая винтовка и бабки так караван интересно может быть это караван который ехал как раз во фриска уже во фриска обновятся товары вряд ли караванщик стал бы торговать с трупами до да бабки забираю все перезарядиться быстренько вот сюда щит перезарядка и погнали погнали в машину джонни сохранения караван нашел свою смерть в пустыне мы во фриска это ночь но и нормально обологи док танкер давай сразу на танкер наверное чайна таун да сразу в танкере что скажете думаешь мы собираемся присоединиться к оболом я не знаю это ваш выбор на самом деле мне к капитану строго бард надеюсь уже открыт потому что джонни хочется выпить перед отплытием все чтоб капитан на нас еще не согрелся сволочь как можно было с нами так поступить ну что поделаешь это бизнес он достает ствол придется судя по всему хабалов стрелять да ну к сожалению да ребята я смогу теперь вообще игру закончить заваруха начинается надеюсь тебя убить не так просто ради разнообразия но бар теперь тоже наш придется тратить на них патроны которые мне могут понадобиться перезарядка может можно как-то это без боя произвести потихоньку к этому капитану зайти не все на нас агрятся . предкновения была достигнута пока джонни тут тусовался просто потому что мы барсука завалили и теперь приходится стрелять вообще всех делаю ход пусть сбегаются как я давно этого ждал ну во фриска счета у нас плохо получилось потому что мы выпилили все фракции которые тут обосновались этого давай джонни быстро из вот этого пулемета возьмем оболога тут же у них и господи и торговцы это думал тут заторговать можно будет а вот этот вот согрелся капитана придется тоже теперь стрелять на чем вооружен такой был гауссом вооружен я не буду брать твой гаусс потому что мне он не нужен у бармана ничего нету в баре тоже ничего нету обычные художники чем были вооружены ничем абсолютно капитан мы готовы к платью небольшая заваруха было тут ходит этот капитан кита охрана появилась капитан на мостике перед этим сраным хабалом чтобы никогда мы никогда к ним не приймем да они мертвы уже вся капитан не стоило переходить дорогу капитана его друзьям капитан на мостике нас настоящий капитан да получите придется тут тоже всех стрелять пани ваш ход пытается ударить с кулака на джоне шо поделаешь придется их стрелять вот так вот все против джоне хорошо рулевое колесо и компьютеры у капитана что-то было рон майерс у капитана был крутой пистолет мы будем тебя помнить капитан давай посмотрим что у тебя в каюте было рон майерс в каюте у тебя ничего не было компьютер главной джонни сможешь что сам сделать добро пожаловать посейдон нет функции этого терминала ограничена связью между одним танкером скп вальдес и причалом ведите команду проверить состояние топливные баки полны груз на борту отсутствует навигационный компьютер неисправен швартовый закреплены так назад вперед мы не можем нам надо навигационный компьютер установить вот так вот это ничего не дает это каким образом я помню что надо навигационный установить штурвал компьютерная консоль столя у меня же есть навигационный его надо где-то использовать это ничего не дает может внизу там нужно его использовать ребята придется их чистить все таки хорошо спускаемся вниз спускаемся вниз господи ты боже мой так тут был компьютер во первых один вот сюда можно но и general store может они сами заторгуют туалеты может быть даже внизу надо было этот использовать и компьютер который в самом низу был нет тут не получается навигационный мы без навигационного не найдем точку в которую нам надо достигнуть ненавижу бе-бе что-то говорят можно с ними заторговать быстро тут есть еще какие-то компьютеры тут есть лифты ключ танкера был нужен внизу а вот сюда никак не попасть здесь лестница да это кто это бродяга мужского пола у меня все в принципе еще продавать ничего мне продавать мне надо вниз что шахта лифта простирающиеся грубоко вниз она повреждена давайте посмотрим джонни пока что тут бегают никто не агрится вернуться на свое место слышишь тебя тебя ничего не продам убирать из магазина джонни наставляет ствол и нам сразу все продают что джонни нужно супер стимпаки давай сюда 300 крышек себе оставишь у тебя фонарь заряженный психа всем стимуляторов давай сюда это 10000 джонни даст тебе эти деньги без проблем 100002 немного не так дал как надо 23 вот так все сошлись неплохая сделка ну видишь все нормально не надо просто джонни тут ладно ладно на нижний этаж как попасть нижний этаж ну через вот этого через эту лестницу погнали вот этого барсука надо было жену спасти внизу мы не успели это сделать здесь сигнал тревоги какой-то горит здесь нужно искать на самом деле вот эти компьютеры в которые мы не могли попасть без ключа танкера на это вот здесь было ставить ключ танкера вы не можете туда попасть джонни уже может попасть везде он достал ключ танкера поэтому погнали здесь еще лестница кстати зачем нам сюда а чтоб проникнуть другое место джонни беги ты что что не проникаешь таким образом везде ты проходишь ха странно по низу значит по низу тут труб какой-то кости остались мутантов больше нету то что я пострелял парней как на карме отобразилась спаситель проклятых меня уже не понимаю куда растет карма вверх или вниз давай попробуем открыть вот эту дверь так так ничего не получится это сейчас все получится у нас ключ танкера вставляю посейдон ойл никакого эффекта вставить ключ танкера а эти двери могу открыть да что вы шутите давай попробуем таким вот образом еще не даст сюда о щелчок на черной панели загорается зеленый огонек и вы приобрели 2000 очков опыта только за то что вставил сюда ключ танкера и теперь мы можем по лестнице подняться вот в эту закрытое помещение здесь у нас трубы и здесь еще компьютеры джонни так компьютер 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 вот здесь наверное нужно использовать терминал неисправен наливационный компьютер нуждается в ремонте готова сейчас мы его отремонтируем вот он навигационный Навигационный компьютер готов к работе отключиться Отлично Еще 2000 опыта мы за это получаем Что тут лежит? А, это стул Все, мы сделали все задания Мы починили компьютер Теперь можно вперед Сан-Франциско, хабалогам необходимо топливо Для хабалогам уже необходимы гробы На самом деле Ароя, достать гек Гек доставлен Я без гека, кстати, буду ехать туда Едем спасать нашу деревуху Ключ от танкера уже тоже не нужен Но, Джонни, пусть он будет у тебя, чтобы никто тут не подумал Даже Ерепенеца Приготовить два ствола И на верхний этаж На верхний этаж Отправляемся спасать Спасать нашу деревню Тут везде сирены ревут Тут огонь горит В ее глазах Давай погнали наверх Джонни Ух Только перерывчик надо сделать Что скажешь, земляноволосая, а? Ты говно Ха-ха-ха-ха-ха Давай, Джонни другого не ожидал Слышь, можем выпить немного еще Перед плаванием Джонни немножко боится, что его будет укачивать Ну ты и сволочь, зачем было его убивать? Так получилось Для тебя бар закрыт Слышишь? Тут у нас Келл, торговец оружием Вот он Отлично торгует с нами Ты выпивку имеешь у тебя какую-то? У тебя цветы только Ну мне бы что-то это Прохладительного Нету ничего, к сожалению, ребята Джонни придется терпеть морскую болезнь Они на нас злые Их можно тоже пострелять Ради опыта Можно пострелять вообще тут всех, кого мы хотим Этот что-то сюда застрял куда-то Художник Джонни уже не будет никого стрелять И ты к черту и сдох Я советую вам, ребята, покинуть корабль Потому что мы сейчас будем отправляться Мы будем сейчас отправляться Джонни в баре Ничего нету Полный вперед будет Я не помню, что было бы, если бы мы не починили навигационный Может быть, корабль не отправился бы Посмотрим Так, ну, после перерыва будем отправляться Я заряжен и готов По полной Саквояжи есть Суперстимуляторы есть Электронная отмычка 20 ракет Наверное, отстреливаем Ракетомет выкидываем И уже пулеметами стрелять будем Психа есть На всякий случай есть Сколько? 59 доз джета, Джонни Смотри, не передозируйся Вот Перерыв небольшой Так, перерыв окончен Но я, ребята, решил, что Отправимся в плавание в следующей серии Уже, потому что серия достаточно Длинная, объемная получилась К сожалению, не сильно много событий Было Интересных, веселых Но В следующей уже отправимся Возможно, она будет финальная А может и нет Посмотрим Посмотрим Так что, спасибо за внимание До свидания, Джонни Fallout 2